Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа «Республика» в студии Галина Титарчук. Муниципалитеты продолжают подводить итоги социально-экономического развития. Сегодня расширенное заседание прошло в Чебоксарском районе, а накануне в Комсомольском. Какие достижения стали знаковыми для местных властей и к чему надо стремиться муниципалитету, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. Перед встречей с активом муниципалитета глава республики заехал поздравить с юбилеем ветерана войны. В районе ревоката Моисеева называют «человеком-легендой». На фронте он служил телефонистом, участвовал в боях на Курской дуге. Несмотря на почтенный возраст, ветеран старается вести активный образ жизни. В свои 95 лет сочиняет стихи и катается на лыжах. Михаил Игнатьев передал ревокату Прохоровичу телеграмму от президента России. Уважаемый ревокат Прохорович, примите искренние поздравления с юбилеем. Вы принадлежите к легендарному поколению победителей и их создателей, которое с честью прошло через тяжелейшие испытания военного времени. Вообще количество долгожителей в районе увеличилось. Глава региона отмечает, что на примерах ветеранов необходимо воспитывать молодежь. Перед местными властями стоят и другие задачи. В муниципалитете ухудшилась демографическая ситуация. Показатели рассчитывают улучшить до конца года. Глава администрации района пообещал, что будет нести за решение этой проблемы персональный ответ. Если мы на семейные ценности не будем обращать пристальное внимание, мы будем слабее выглядеть. Социальное самочувствие родителей должно быть другое. Для этого должны быть положительные эмоции побольше. Для этого что будете делать? Я сам готов включиться. А не спасете, да? Я вас поддерживаю, значит, все получится у вас. Все, спасибо. Местные власти уверены, что до конца этого года получится реализовать и инвестиционные проекты. В ближайшее время в районе начнется строительство современной животноводческой фермы. Есть и другие планы. В 2017 году планируется начать реализацию 7 инвестиционных проектов на общую сумму свыше 100 миллионов рублей. Сильной стороной Комсомольского района является сельское хозяйство. Здесь не осталось неиспользуемых земель, причем местные фермеры начали осваивать залежные участки других муниципалитетов. В строительной же сфере района произошел спад. Мы признаем, что по объемам строительства жилья Комсомольский район упал более чем в два раза. Это очень сильное падение. Те дома, которые должны были везти подрядчиками, не были введены, нуждающиеся в очереди есть, поэтому здесь нужно исправлять эту ситуацию. Глава республики отметил, что у Комсомольского района наметился неплохой потенциал, но его необходимо приумножать. Шансы выбиться в лидеры у местных властей есть. Дмитрий Ковалев, Расиль Мухаммедов, Республика. Спасибо.